Всем привет дорогие друзья! Marvel Супергерой одна из самых популярных серий конструктора, по которой компания Лего производит свыше 30 наборов ежегодно. В этом году популярным направлению исполняется 10 лет, в честь чего я решил выпустить сиквел своего старого видео. Сегодня я поведаю историю линейки и перечислю абсолютно всю продукцию по ней. Пишите в комментариях, какую серию разобрать в следующий раз. Я обязательно прислушаюсь к самому залайканному комменту. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Специально для вас я собрал там абсолютно всю известную информацию о будущих комплектах по Marvel. Ссылка в описании. Заранее спасибо, приятного просмотра! На самом деле первые наборы, связанные с супергеройкой, вышли не в 2012 году, а на целые десятилетия ранее. И были приурочены к премьере фильма Человек-паук режиссера Сэма Рэйми. То есть еще задолго до образования кинематографической вселенной Marvel. Тем не менее, упомянуть пионеров данного направления сегодня просто необходимо. Более того, в последнее время благодаря кое-кому ниже перечисленные артикулы обрели вторую жизнь. Зеленый Гоблин. Съемочный павильон. Первая погоня Человека-паука. Человек-паук и Зеленый Гоблин. Финальное противостояние. И сета по второй части. Погоня. Доктор Осьминог и ограбление банка. Погоня на поезде. Убежище доктора Осьминога. И лаборатория атомной физики. Как я уже сказал, в последнее время указанные товары снова стали актуальны. Произошло это после появления хита «Нет пути домой». Фанаты приняли со страшной скоростью раскупать раритеты с фигурками доктора Ока и Зеленого Гоблина в исполнении Альфреда Малины и Уильяма Дефо, соответственно. По той простой причине, что новой их версии компания Лего произвести не удосужилась. По крайней мере, пока что. Соответственно, и ценники персонажей на вторичных площадках по этой причине подскочили до небес. По третьей части франшизы, увы, красно-беложелтыми никакой продукции произведено не было, поскольку права на выпуск конструктора по Человеку-пауку были вынуждены делегированы другой компанией игрушек – Мегаблокс. А леговцам, дабы вернуть все это хозяйство в зад, пришлось ждать почти что десятилетия. Именно по этой причине мы с вами так и не увидели своими глазами Лего-версии Песочного Человека Томаса Хейдена Чорча и Человека-паука Симбиота. Возвращаемся к 2012 году, а конкретнее к его маю месяцу. В это время в природе состоялась первая волна наборов по Марвел, насчитывающая сразу четыре под линейки – сборных фигур, Мстителей, Человека-паука и Людей Икс. Тогда маркетологи только начали прощупывать почву относительно потребительских предпочтений, и опытным путем пытались определить наиболее популярное посреди фанатов направление. В общей сложности за указанный год авторами было реализовано 9 полноценных сетов. Железный Человек, Халк, Капитан Америка, Мотоцикл Мщения, Побег в Космическом Кубе Локи, Отвод Геликариера Халка, Боевые Действия Квинджета, Засада Доктора Осьминога и Боевой Мотоцикл Росомахи. Стоит ли говорить, что наиболее успешно тулились предметы по Авенджерс и Спайдермену? А наихудшие оценки от покупателей получили сборные фигурки. Чтобы вы понимали, последние с тех самых пор вообще исчезли. Иронично, что вертолет по Людям Икс, который в год своего релиза успехом не пользовался от слова абсолютно, после премьеры сверхуспешного фильма Дэдпул обзавелся недюжиной популярностью. И в наше время это, пожалуй, один из самых ценных артикулов сия направления. В страдавние времена леговцы производили гораздо больше подарочных комплектов по Марвел. Квинджет, Тор, Соколиный Глаз, Халк, а также некоторые невероятно редкие изделия, такие как Феникс, Человек-паук в костюме Черного Симбиота и Железный Человек с Капитаном Америка. Компании Олега сказочно повезло заполучить лицензию Марвел именно в 2012-м. Все фильмы студии до указанного года отнюдь не являлись огромными хитами. И если какой-нибудь Железный Человек, собравший более 500 миллионов баксов в прокате, несомненно оправдал чаяние продюсеров, то невероятный Халк без шансов провалился. Короче говоря, ни о какой стабильности речи не шло. Однако 2012-й год решительно изменил расстановку сил в мировом кинематографе. Именно тогда состоялись Мстители, сборы от которых превысили полтора миллиарда долларов. Разумеется, предвидеть данное событие лиговцы не могли. Если бы серия появилась раньше, к примеру, в 2008-м, она, скорее всего, была бы прибита маркетологами уже спустя пару волн после премьеры Халка. Также нетрудно представить себе реакцию Мегаблокс, умудрившегося потерять право на Марвел, как раз незадолго до вселенского хайпа последнего. С тех самых пор и до недавних пандемийных событий, абсолютно каждый фильм-студий являлся гарантом мощных кассовых показателей в прокате. И, соответственно, точно таких же успешных продаж конструктора по нему. В 2013-м, определив приоритеты, обоснованные результатами реализации первой волны, дача не выкатили в продажу вторую. Они подчастую отказались от Людей Икса, а также сборных фигур, оставив только наиболее популярные подтемы – Спайдермена и кинематографическую вселенную Марвел. В данном случае – картину «Железный человек 3». Последняя по результатам взрывного успеха франшизы просто была обязана сорвать куш. В целом, год подарил нам пять обычных наборов и четыре промо. Погоню на Спайдер-цикле, решающий бою Дейли Бьюгл, смертельную битву в порту, нападение на особняк в Малибу, «Последнюю битву», «Боевого дрона», «Железного патриота», «Спайдер-вумен» и «Спайдермена». Помимо этого, в сотрудничестве с Т-Геймс леговцы замутили игру «Лего Марвел Супер Хирос», которая продавалась настолько бодро, что сам президент Warner Bros. Интерактив Дэвид Хадот назвал ее самой успешной видеоигрой «Лего всех времен и народов». К 2014 году корпорация окончательно закрепила успех этого направления, направив в реализацию через торговые сети сразу девять продуктов. «Спайдер-трайк против Электро», «Ограбление грузовика Доктором Осьминогом», «Спасение на Спайдер-вертолете», «Капитан Америка против Гидры», «Разгром лаборатории Халком», «Люди Икс против Стражей», а также комплекты по новому фильму Марвел совершенно новыми для киновселенной персонажами. «Стражи Галактики», «Битва звездных бластеров», «Миссия побег в Ноувар» и «Спасение Милана». Ну и по традиции промо. «Человек-паук», «Электро по высокому напряжению», «Енот-ракета», «Птица войны», «Коллекционер» и «Щит Капитана Америка». В 2015 году на Белом Свете произошли такие фильмы, как «Раль Трона» и «Человек-муравей». Сеты, разумеется, были выпущены по обоим произведениям. «Человеку-пауку», который на тот момент еще не успел засветиться в киновселенной Марвел, пришлось довольствоваться только лишь парочкой товаров, и не более. «Воздушная атака Карнажа», «Песочный Человек и Носорог против команды Пауков», «Геликарио», «Атака Башни Мстителей», «Падение крепости Гидры», «Городская погоня Мстителей на Квинджете», «Халкбастер против Халка», «Гидра против Мстителей», «Железный Человек против Альтрона», «Финальная битва по Человеку-муравью». Ну и промо. «Квинджет», «Человек-паук», «Зимний солдат», «Халк», «Трон Альтрона» и «Сэм Уилсон». Кинотеатр «Хэра Альтрона», являющаяся сиквелом оригинальных «Мстителей», собрала немного поменьше последних – 1 миллиард 400 миллионов, что, несомненно, все равно явилось огромным успехом. Следует упомянуть, что в 2015-м некоторые сеты этой категории обзавелись новой функциональной деталью – так называемым «джампером», который подвергся хейту со стороны как обычных покупателей, так и основной фан-базы линейки. Дело в том, что из-за указанного элемента банально происходили поломки ног минифигурок. Компания «Лего» никаких официальных заявлений по поводу жалоб не публиковала. В общей сложности дизайнерами было выпущено 13 комплектов по самым разнообразным произведениям. Погоня Черной Пантеры, опасное ограбление Кроссбоунса, битва в аэропорту и разборка на автоцистерне по первому «Мстителю противостояния», битва на мосту, призрачный гонщик и ловушка доктора «Осьминога» по «Человеку-пауку», похищение Капитана Америка и реактивный самолет «Мстителей» по общему сбору, санктум санкторум по доктору Стрэнджу, ну и совершенно новая подсерия «Майти Микрос», рассчитанная в основном на маловозрастную аудиторию и содержащая внутри фигурки популярных персонажей вселенной с маленькими ножками и мультяшными лицами. Для коллекционеров подобные изделия не представляли ни малейшего интереса. «Человек-паук» против «Зелёного Гоблина», «Капитан Америка» против «Красного Черепа» и «Халк» против «Альтрона». Незабываемый про промо-наборы, которые ценятся торсидой зачастую гораздо сильнее, нежели обыкновенные сеты в коробках. Мотоцикл Кэпа, «Симбиот Венома», «Серебряный Центурион» и «Капитан Америка». Последний, например, стоит в среднем тысячу баксов. Это дороже любого обычного набора. 2017 по большей части был посвящен киновселенной, поскольку в нем состоялось целых три ее картины. «Стражи Галактики 2», «Человек-паук. Возвращение домой» и «Тор 3. Рагнарёк», «Нападение Тазерфейса», «Месть Аиши», «Милана против Обелиска», «Ограбление Банкомата», «Береги Стервятника», «Решающая битва за Асгард» и «Тор против Халка». Хотя продукция вышла и по некоторым другим произведениям тоже. «Джет Капитана Америка», «Стальной Детройт наносит удар», «Халк против Красного Халка», «Человек-паук против Скорпиона», «Айронмен против Таноса», «Росомаха против Магнета», кстати, первый за достаточно продолжительное время сет по Людям Икс, а также промо-наборы «Дэдпулутка», «Милана» и «Хэнк Пим». В 2018-м датчане, не собираясь сбрасывать оборота, выпустили на общий рынок аж 16 товаров, и это не считая полибэгов. Первая их часть была посвящена войне бесконечности, вторая – Черной Пантере, ну и много чего еще по мелочи. «Бюст Человека-муравья», «Алый Паук против Песочного Человека», «Стар-Лорд против Небулы», «Тор против Локи», «Поединок с Носорогом», «Нападение Королевского Когтя», «Атака Всадников», «В поисках оружия Тора», «Атака Корвуса Глейва», «Халкбастер», «Коллекционная полочная модель Халкбастера», «Последняя битва с Таносом», «Противостояние у Санктум Санкторум», «Исследователи Квантового Мира», «Эксклюзивный пак героев Марвел» и «Шериф Дэдпул». Забавно, но после релиза Дэдпула 1 компания Лего отказалась производить указанного персонажа из-за высокого возрастного рейтинга картины. Очевидно, на промо-набору указанное правило не распространяется, поскольку мы уже увидели как минимум две фигурки данного гражданина, и их может случиться еще больше. Поскольку именно тогда во всех кинотеатрах планеты состоялась премьера ленты «Мстители. Финал», ставшей самым кассовым фильмом в истории человечества. И хотя спустя некоторое время «Аватар» догнал данную картину по сборам событий, это все равно останется во всех учебниках. Кто знает, может быть в будущем данный рекорд уже никогда не будет побит. Короче, леговцы ни в коем случае не смогли пропустить указанное мероприятие и замутили по новинке шесть сетов. Также с данного периода, по мнению многих фанатов, началось постепенное скатывание всей серии целиком. Атака аутрайдеров, Битва на базе Мстителей, Спасение Халка на вертолете, Башня Мстителей, Ограбление музея, Бой с расплавленным человеком, Атака Гидромена, Реактивный самолет Старка, Асис, Атака Скрулла, Человек-паук PlayStation 4, Железный человек и мини-корабль Капитана Марвел. Кроме этого, после непродолжительного забвения руководством компании была воскрешена под тема «Спайдермен». Погоня на байках, Спайдер Крауляр, Мех Веном, Автомобильная погоня и похищение бриллиантов. Как я уже сказал, многие заинтересованные товарищи откровенно не взлюбили указанный период тематики. По большей части фанатов разочаровала продукция по финалу. Большинство её фигурок появились на подиуме с одинаковыми торсиками и ногами. Да и прочие фиги особой детализации похвастаться не сумели. Особенно, если сравнивать их с прошлогодними, в большинстве случаев нормальными мини-фигурками. Постройки, на мой взгляд, не самая важная часть для серии, тоже пострадали. Хотя и назвать их всех ужасными трудно. Кризисный 2020 в целом продолжил тенденцию предыдущего года и сетов в нём состоялось лишь немногим больше. Полибэк Капитан Марвел и Ник Фьюри. Пак мини-фигурок Марвел. Мех Железного Человека. Мех Таноса. Мех Человека-паука. Спидер Байк Мстителей. Грузовик Мстителей. Ограбление грузовика Стервятником. Спайдермен против Доктора Осьминога. Угроза Мистерио. Спайдер Джет против Венома. Веномозавр. Гнев Локи. Геликариер. Краулер Венома. Халкбастер. Башня Мстителей. Арсенал Железного Человека. Первый 18-плюс сет серии Шлем Айронмена. Фигурка Майлза Моралеса. А также два товара по Черной Вдове. Вертолет и Засада Таскмастера. Как вы могли заметить, в последнее время Дача не активно эксплуатирует персонажа Венома. И в дальнейшем комплектов с ним произошло ещё больше. Дело в том, что фильм Веном, принадлежащий студии Сони, насобрал в прокате целую кучу денег. Но ваять по нему сеты из-за проблем с авторскими правами леговцы не могут. Посему подобным образом они пытаются заработать на популярности персонажей, не нарушая при этом всяческие законы правообладания. 2021 год оказался проблемным. Пандемия была в самом разгаре, из-за чего почти все вышедшие в этот период фильмы по Марвел может и не провалились, но в любом случае выступили весьма скромно. Статистики относительно продаж конструктора по данным лентам в общем доступе не ма. Но я думаю, они также сильно подкачали. Хотя вполне возможно горькую пилюлю слегка подсластил стриминг. В общем на прилавках появились это по таким картинам как Шан-Чи и Вечные. Воздушное нападение Вечных. Засада Девиантов. В Тене Решема. Восход дома. Побег от Десяти Колец. Битва в Древней Деревне и Великий Защитник. Перечислю оставшиеся наборы года. Пак мини-фигурах Марвел. Мех Капитана Америка. Мех Тора. Мех Майлза Моралеса. Айронмен против Таноса. Человек-паук против Песочного Человека. Человек-паук и Призрачный Гонщик. Монстр-трак Человека-паука. Атака на лугово Спайдермена. Сакарианский мех Тони Старка. Адвент Календарь. Человек-паук против Доктора Осьминога. Капитан Картера Штурмовик Гидры. Серия мини-фигурок. Веном. Карнаж. Перчатка Бесконечности. Самый большой сет-серии на сегодняшний день Дейли Бьюгл. А также сеты по совершенно новой под линейке Сага Бесконечности. Куда входят товары по прошлым фильмам Марвел. Даже тем, что были выпущены до 2012 года. Корабль Черной Пантеры Дракон. Капитан Америка против Гидры. Схватка с Железным Торговцем. Финальная Битва. Корабль Стражей. Новый Асгард Бро Тора. И Светилище 2. В ознаменовании премьера Человека-паука Нет пути домой дачане также выгрузили тройку сетов. Но почти ничего общего с лентой они во избежание спойлеров не содержали. Битва дронов. Атака дронов Мистерио. И Санктум Санкторум. Ну и наконец нынешний 2022 год. А если быть точнее, лишь первые 3 его месяца. За столь непродолжительный период леговцы уже умудрились анонсировать 14 товаров. Техно-трайк Человека-паука. Халк против Носорога. Лаборатория Доктора Осьминога. База Человека-паука. Битва на мосту. Очередной пак мини-фигурок Марвел. Мех Росомахи. Кстати, первое за долгое время появление Людей Икс. Мех Железного Человека. Мех Черной Пантеры. Сражение с Гаргантосом. Фигура Железного Человека. Атака на новый Асгард. Козья Лодка. Человек-паук против Зеленого Гоблина. И полочная модель Молота Тора. Впереди, разумеется, нас ждет гораздо больше предметов серии. И некоторая их часть перечислена в моем телеграм-канале, ссылка на который находится в описании. Итого мы имеем около 200 комплектов различной степени качества, полноценный журнал, который выпускается и по сей день, 3 видеоигры и бесчисленное множество уникальных фигурок. На заре своего существования тема была сконцентрирована на средних товарах. То есть сетах, подходящих как детям, так и взрослым типа того же Майти Микроса. Однако с недавних пор датчане распилили собственную линейку на 3 части. Оставили среднюю и добавили такие категории, как для взрослых и для детей. Причем большинство нынешних сетов склоняется именно к последнему пункту. В нынешнем году таковых артикулов уже состоялось 8 штук. И именно из-за данного факта общее качество наборов серии существенно просело. Банально с целью, чтобы маленьким детям их было полегче собрать. Пишите в комментариях, считаете ли вы, что серия Лига Марвел скатилась. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и нажимать на колокольчик. Всем огромное спасибо за просмотр, всем пока!